Чужих детей не бывает, как не бывает и чужой беды. На этой неделе в городе проходит 10-й юбилейный благотворительный марафон «Ты нам нужен». Во всех образовательных учреждениях, торговых центрах, социальных объектах волонтеры собирают средства для ребят с тяжелыми заболеваниями. В этом году за помощью к организаторам и горожанам обратились 104 семьи, детям в которых нужны лекарства или реабилитация, или средства на жизненно важные операции. Живыми деньгами в прошлом году мы никому помощь не оказывали. Что значит живыми деньгами? То есть мы не давали на руки денег никому. Вся помощь заключалась в оплате либо лекарственных средств, либо расходных материалов, специального питания. Некоторым приобретали средства реабилитации необходимые, специальные корсеты. Также и оплачивалось хирургическое лечение одного из ребенка, которому помощь не могла быть оказана в рамках квот. Любая сумма, которую ивановцы переводят на счет или опускают в апельсинометр, будет использована для осуществления мечты детей и их родителей. Мечты о здоровье. Творить добро совсем несложно. Вот так, извини, извини. И погрызть можно. И так, и позвини. Вот так, вот так. Артем принимает участие в марафоне уже третий раз. Мальчик еще совсем маленький. Ему немногим больше трех лет. Но за свою короткую жизнь он перенес много боли и страданий. У ребенка патология сосудов головного мозга. Его артерии и вены при рождении были спаяны, что создавало ежеминутную угрозу маленькой жизни. Мальчику сделали несколько операций с трудом, но патологию устранили. В первый год пришлось нам, конечно, тяжело. Ребенок перенес за первые семь месяцев пять операций, сложных на головном мозге. После третьей операции у него начались судороги, эпилепсии. И поэтому мы сейчас, так сказать, боремся, чтобы ребенок, так сказать, жил. Теперь родители Артема борются с еще одной невылеченной болезнью ребенка – эпилепсией. Приступы случаются ежедневно. Чтобы их остановить или ввести болезнь в состояние ремиссии, нужны дорогостоящие препараты импортного производства, на которые в год семья тратит около 60 тысяч рублей. Кроме них необходима реабилитация, курсы ЛФК и массажей, занятия в бассейне. Из-за приступов малыш не может сидеть и ползать. Но доктора говорят – это не приговор. Врачи дают положительный прогноз. Так как интеллект ребенка сохранен, у него, так сказать, и двигательные функции, просто нам нужно лечить именно эту эпилепсию. Потому что в связи с этой эпилепсией он прекращает двигаться. Понимаете, вот эти лекарства надо постоянно вводить, нужные лекарства, как предназначает врач. Артем – очень улыбчивый и жизнерадостный ребенок. В семье его называют меломаном. Музыку, песенки и сказки он слушает постоянно. Родители верят, что при правильном и своевременном лечении их любимый ласковый мальчик еще успеет почувствовать настоящее детство, без препаратов и боли. Вы можете помочь Артему стать здоровым. Реквизиты и расчетные счета вы видите на экране. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.